здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина я рада приветствовать вас на канале вяжем красиво сегодня я хочу показать вам вот такой красивый ажурный выпуклый узор под названием капельки вяжется он несложно на мой взгляд идеально подходит как для детских моделей так и для вязания взрослых вещей раппорт узора составляет 6 петель в ширину 8 рядов в высоту я сейчас вам покажу на примере трех рапортов значит я набираю если один рапорт 6 петель 18 на 3 рапорта плюс 1 петля пойдет для симметрии 19 и плюс 2 кромочных 21 петля и так обычным классическим способом набираете 21 петлю первый ряд я провяжу просто лицевыми петлями первую петлю сняла а дальше вяжу лицо этот ряд будет у нас с вами установочный он сам рисунок входить не будет я провязываю его для того чтобы не заворачивался край изделия вы можете этого не делать как правило у вас сам рисунок будет идти либо после резинки либо после вот как я начала здесь рядов из платочной вязки тогда этого делать не обязательно ну как правило в изделии что-то узору предшествует как правило поэтому это я сейчас просто для удобства провязываю так последнюю петельку кромочную провязываю изнаночной петлей и так вот сейчас я перехожу к первому ряду нашего узора и так первую кромочную я снимаю далее у меня раппорт первую петлю также снимаю нить за работой не провязывая 2 изнаночных петли далее из одной петли вывязываю 5 1 2 3 4 5 2 изнаночных 1 раппорт я провязала далее снимаю петлю не провязанной петлю 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 не провязанной 2 изнаночных из одной петли вывязываю 5 1 2 3 4 5 2 изнаночных 2 раппорт провязан 3 раппорт снимаю петлю не провязанной нить за работой петлю 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 пет ряд готов переходим ко второму кромочную я снимаю а дальше вяжу изнаночная 2 лицевых 5 изнаночных 2 лицевых 1 изнаночная то есть я вижу так как смотрят петли 2 лицевых 5 изнаночных 2 лицевых 1 изнаночная 2 лицевых 5 изнаночных 2 лицевых 1 изнаночная и кромочная тоже изнаночный второй ряд провязали третий ряд лицевой кромочную снимаем также за правую половинку снимаем следующую петельку нить за работой дальше 2 изнаночных 5 лицевых 2 изнаночных 1 раппорт провязан опять снимаем петлю нить за работой 2 изнаночных 5 лицевых 2 изнаночных 2 раппорт тоже провязан третий раппорт снимаем петлю 2 изнаночных 5 лицевых 2 изнаночных 3 раппорт провязан петлю симметрии в конце просто снимаем не провязывая и изнаночная петля в конце 3 ряд провязан 4 изнаночные вяжем так как смотрят петли в пятом ряду сейчас в лицевом мы с вами будем выполнять убавки в тех местах где мы вывязывали из одной петли 5 убавки будем делать с обеих сторон так закончил четвертый ряд перехожу к пятому значит первая кромочная снимаю снимаю лицевую не провязаны 2 изнанки дальше у нас идут 5 лицевых вот здесь нам нужно сделать с вами убавку провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку у нас получается наклон влево 1 лицевая следующие 2 петли переснимаем на спицу на правую разворачиваем их и провязываем за передние стенки вместе лицевой подтягиваем ниточку у нас из 3 лицевых получилось из 5 лицевых получилось 3 лицевых петли 2 изнаночных 1 раппорт провязан далее снимаем петлю 2 изнаночных опять делаем убавки 2 вместе лицевой с наклоном влево лицевая развернули следующие 2 петли разворачиваем провязываем за переднюю стенку вместе провязываем за переднюю стенку вместе подтягиваем нить и 2 изнаночных 2 раппорт готов третий раппорт петлю снимаем 2 изнаночных 2 вместе лицевой с наклоном влево лицевая развернули следующие 2 петли 2 вместе с наклоном вправо за переднюю стенку 2 изнаночных петлю сняли и кромочная 5 ряд готов 6 ряд он у нас изнаночный вяжется так как смотрят петли сейчас в седьмом ряду в лицевом мы также будем делать с вами убавки для того чтобы войти на изначальное количество петель вы помните что мы для образца набирали двадцать одну петлю так 7 ряд кромочная петлю сняли лицевую нить за работой 2 изнаночных теперь вот из этих трех лицевых мне надо получить одну я первую снимаю следующие 2 провязываю вместе за заднюю стенку и снятую петлю перекидываю на эту провязанную подтягиваю вот что у меня получилось 2 изнаночных так раппорт провязан опять снимаю лицом 2 изнаночных смотрите еще делаю убавку первую снимаю 2 вместе лицом за заднюю стенку и снятую петлю перебрасываю 2 изнаночных снимаю не провязанную следующую петлю 2 изнаночных сняла одну 2 вместе лицевой снимаю не провязанной изнаночные седьмой ряд готов смотрите какая красота так и восьмой ряд у нас с вами изнаночный вяжем так как смотрят петли это последний ряд нашего раппорта вот что у нас с вами получилось так что если вам понравилось видео не забывайте ставить лайки подписывайтесь на мой канал впереди у нас много нового интересного в дальнейшем я вам покажу как этим узором связать детскую жилетку так что оставайтесь на канале до новых встреч пока пока